друзья находимся в ирпинь ирпинь это место герой вы помните это место где был мост и люди переправлялись через мост пытались переправиться и вот это машины местные власти свезли сюда машина расстрелянная российскими войсками оккупантами как здесь говорят в украине вот эти прям машины местных жителей которые были брошены полностью расстреляны российскими войсками вещи остались людей которые ехали одежда мертвое кладбище автомобилей возле ирпеня вчера мы были на танковом кладбище возле бучи ирпень находится возле бучи всемирно известной вот видите все эти автомобили здесь стоят пока под открытым небом так вот там было танковое кладбище возле бучи где были была вражеская техника сожженная американскими джавелинами вот эти стоят здесь но еще говорят сегодня в центре киева появились появилась тоже открытым небом музей вот машина нашлась заберем потом илья алена вот и там открытом небом в киеве говорят власти украины устроили такой парад техники пострадавшей великой отечественной украинской войне ну и вот это техника которая была сожжена и от расстреляна и сожжена тоже смотрите полностью выгорело полностью выгорело и расстреляно дырки видите то люди эвакуировались там вещи какие то есть покажу вам валяются людей вот видите то машины изнутри автобус микроавтобус изнутри вот эта машина вообще под ноль уничтожено как будто танковым снарядом как минимум да и вот тут вещь я нашел какие-то ботиночек чей-то другой ботинок вещи чьи-то наверно пассажиров трусики чьи-то женские и вот смотрите персональные вещи людей прям которые наверно бежали просто не смотря не вращая внимание на что и вот это продолжение кладбище не знаю что украинской власти будет с этим делать наследием но я бы строил бы музей наверняка они это сделают музей для людей которые пытались эвакуироваться из военной зоны не знаю что украинской власти так что вы думаете это эрик он из франции привет он консул к миру парижа он здесь с гуманитарной миссией что вы думаете о том что происходит здесь в украине это очень тяжело это очень тяжело потому что это